я вернулся что пойдем заканчивать кваст а да пойдем то мы пойдем но подождем пожалуй два дня а стоп а что нам дали она пламенное перо теплая на ощупь дарование чан ли она символизирует драгоценные чувства через неустанную практику самые яркие огни рожденные форта сжимаются пламены в перо пламени уютно устроившиеся на вашей ладони излучая тепло подобное прикосновению своего создателя она защищает носителя от вреда управления пламенем этот дар предназначен исключительно для самого значимого человека то есть вы понимаете суть ситуации а то есть то что я говорил что мы идем на свидание но это же вообще ни разу не робл был это была не шутка описание этого пера прям говорит настолько о многом что я хоза да я прям счастлив немного после прохождения этого класса прошло 22 дня с тех пор как чан ли сказала мне что они с семьи займутся последствиями интересно как она ты волнуешься давай просто у нее спросим конечно волнуюсь а может и так найти чан ли может оказаться непросто давай сначала спросим у синие давай конечно я волнуюсь как я могу не волноваться то алло так поехали так и я же насколько помню взбирался я да немножко обходными путями плюс-минус как-то вот так тором приветствую а мы почти закончили разбираться с последствиями предыдущего инцидента в данный момент мы допрашиваем оставшихся членов фракцидуса фракцидусом которых мы поймали на небесной горе они хотели заполучить временную программу из горы из игры легенды о войцы с намерением снова посеять хаос на небесной горе но он благодаря тебе и чан ли их планы были сорваны чан ли рассказала нам что он страж фракциду фракцидуса вошел в санра сферу и был ранен ее огнем им удалось спастись но с тех пор их не видели но они просто не знают когда остановиться я составила под подробный отчет для ратуши мы укрепим нашу оборону чтобы это не повторилось так а что насчет чан ли мы как бы но ради этого только и пришли мы расстались два дня назад на побережье и потом она вернулась тян джоу что а возможно она просто берет немного времени чтобы отдохнуть и восстановиться ей должно быть пришлось приложить немало усилий чтобы призвать столько огня за один раз да учитывая то что говорил ее наставник она слишком строга к себе чан ли знала что ты будешь волноваться и она попросила меня передать тебе это сообщение 3 у павильона на небесной горе она будет ждать тебя там она также сказала больше никаких загадок на этот раз спасибо вот спасибо я говорю не синие а я говорю чан ли спасибо за то что без загадок а теперь мы просто идем в нужное место это так но непривычно что ли пойдем это очень непривычно и очень для нее необычно ну поехали стоит да нет пех но место она снова выбрала очень красивая ну как обычно то самое место через которое мы проходили по пути сюда я ее уже вижу окей хай привет на как ты себя чувствуешь тару надеюсь что хорошо отдохнул да это меня больше ты волнуешь я только хотел это сказать мой разве ты не видишь что я в полном порядке чижуж вот прям перед тобой я все еще беспокоюсь не беспокойся тору сегодня у нас самая обычная беседа ничего сложного кроме того ты согласился присоединиться ко мне здесь только для того чтобы задать больше вопросов верно не только а вот как он тогда мне любопытно еще ради обнимашек ведь ну ладно тогда спрашивай я с радостью отвечу на вопросы наилучшим образом так что я там спросил ух уж эти варианты которые возникают когда ты нажимаешь а все начало и столетия назад когда мой наставник мастер сюань мяо встретился с одним необычным гостем во время вспышки тени моего мастера спас тот человек он источал уникальную энергию и всегда был неуловимым мой мастер изучал древние тексты и обнаружил его присутствие в давно забытой истории какая же какая же это прелесть после нескольких лет поисков он наконец встретил этого человека на небесной горе они сыграли вместе партию войцы и так была создана легенда легендарная запись игры сначала я думала что мой наставник имел в виду что записи игры содержит актуальную информацию о временном кризисе но это была лишь подсказка настоящим ключом было найти тебя человека стоящего за всем этим и наконец секрет бессмертия скорее всего это просто рассказ самого лесоруба пон понятненько понятненько да вот как это работает почему но какой ужас она очень криво работает юная сирота продал продолжала куда бы она ни посмотрела повсюду царили трагедии когда скорбь охватила весь земной шар мир разрываемый монстрами наполнен наполнился душами она прогнала холод собственной кровью словно огнем ее учитель сказал в этом беспокойном мире человеческие жизни хрупкие словно однодневки она не могла изнурять себя чтобы спасти тех кто перед ней но она должна терпеть чтобы зажечь светлое завтра она использовала свою смекалку чтобы избежать вреда осторожно шла по резвиям ножей одна взрослея на своих ошибках позже она стала учителем для другого она научила буду будущего лидера направлять сознание и обеспечивать процветание народа продолжать утерянное учение древних мудрецов и устанавливать мир для тех короче да я стану знаменоносцем ибо один человек не способен избавить мир от хаоса однажды настанет процветающее и мирное будущее по-моему оно уже настало ну что ребята вот такие у нас дела какой же классный квест ну как я и говорил настолько же классные насколько и сама ченгли я думаю мы сейчас еще что дальше ничего дальше все дальше мы завтра уже будем закрывать геншин а вот и готовится к хср но для начала я думаю мы можем немножко круточка вот сюда влить а дальше снова спать вот кстати хороший вариант у нери а вдруг после квеста прилетит еще одна прелесть еще две крутки есть поэтому надежду ребят терять не стоит крутим дальше брин и кэшбэка вроде нету ех обидности немножко обидностей так что все же пока ж баку может он есть погодить ка таком виде есть и это не шутка он на самом деле есть аж целых три крутки подождите что а гениально я тоже сегодня это второе уже мой мискрик по кнопкам только он не такой печальный как был тогда так это что это он окей по-прежнему не то что мы ловим и это не то но с квестом конечно вышла история забавная такого у меня вроде как на моей памяти точно еще не было ладно у нас есть еще одна крутка не сдаемся крутим до последнего там еще месячный кэшбэк ведь будет эх не она короче может быть даже получится c1 чанли выбить почему бы и нет лудоман нет я держусь в геншине я никого не кручу я прям ну держусь так что не надо тут и близко не вот ни разу не лудоман так c2 окей вот ребят короче на сегодня у нас вот такие дела так это все я уже потом буду закрывать сам стримовый меня точно подойти квесты не хватит у нас сюжетка и квест персонажей для тримов вуви потихоньку качаюсь потихоньку чет пытаюсь развивать 52 ранг ну и персонажи тоже как бы развиваются причем очень даже неплохо кто звонит осенье скиталец прошло немного времени а у меня есть просьба он же не в опасности мне нужна ваша помощь у него снова давайте обсудим лично координаты отправлены на ваш терминал я буду ждать вас там не прошло и нескольких минут снова что-то произошло снова что-то случилось окей ну ребята мы на этом на сегодня будем а можно можно как-то к ней рядышком ну нельзя ваня можно идеально вот на такой прекрасный подождите а то есть когда у нее 4 стака у нее даже черненькая вот эта штука вся пропадает с костюма окей ладно почему-то я на это внимание не обращал я обращал больше внимания на появление повязки и это что у нее вам внизу там все горит у вас все ребят на этом на сегодня точно все но я надеюсь увидимся с вами завтра и потыкаем кирару геншине и будем ждать уже хср а на этом все спасибо большое за просмотр и пока